Всем привет! Вы с Олегом Соскиным. Сегодня 22.05.20.23. Завтра будет такой день, я думаю, достаточно символичный, видимо, для московитов. Это получается 23.05.20.23. Ну и сегодня день так выдался для нескольких украинских городов, очень таким плохим, трагическим. Бомбили Днепр, Синельниково, бомбили Синельниковский район, Днепропетровская область. Такого еще удара мощнейшего по Днепру не было, как отмечают руководители области, города. 20 ударных иранских дронов Шахи и 16 ракет. Сбили все дроны, к сожалению, ракет сбили всего 4. Х-101, Х-555. А вот те, что были с Каспия. А-12 не смогли сбить. 5 крылатых ракет Х-22 из дальних бомбардировщиков. Тут 22 М-3. Азовского моря и Курской области не летали. Две баллистических ракеты «Искандер» почему-то не сбили из Крыма. 5 зенитных ракет С-300. С территории Запорожской области, к сожалению, тоже не сбили. Было 15 взрывов. Последствия вычитали. Очень тяжелые последствия, конечно. Люди так более-менее не пострадали. Но все равно разрушения очень большие. Большой удар по городу, по области, по Синельникову. То есть это все ломает процесс воспроизводства. Это все психически действует на граждан Украины, региона и так далее. Ну и видим, что вывод какой делаем. Что вот эта тактика, стратегия, собственно, путинская, она дает свои результаты. Потому что в Украине усилились какие-то совершенно ненормальные инциденты. Вот возьмите тоже Лохвицу. Это Полтавская область. Мужчина взял, собственно, трех таких же своего города. Лишил жизни, в том числе бывшего мэра Лохвиц. И пошел в себя тоже, гранату у себя там дома. В доме или где там, в квартире подорвал. И тоже сгорел там и все. Таких случаев становится все больше, больше и больше. Видно, что у людей психика не выдерживает. Крыша сносит. Надо ожидать еще более каких-то массовых потрясений в этом плане. Ну что делать? Надо предпринимать соответствующие меры. Смириться с этим обстрелом ночным городов массовоинсированных уже невозможно. По Львову был сегодня удар, по Харькову был удар, еще по другим городам и так далее. То есть практически жизни в городах Украины, крупных и некрупных, уже почти нет. Ну, власть докладывает, сбило ПВО. Ну сбило, слава Богу сбило. Ну и что? Что дальше? А они ударили по там, где не могут сбить. Вот там 12 ракет в Днепре не сбили. В Хмельницком не сбили и до сих пор врут и не говорят, что там взорвалось, как ядерный гриб стоял. В Павлограде взорвалось, тоже не рассказываю. То есть врут, врут, врут. Власть врет. Люди, которые пришли к власти, они некомпетентны, они дорвались. Не пришли, а дорвались. Из довлазисти, из грязи в князи. Вот. И они, конечно, держатся за свои места и будут врать сколько могут. Есть информация, что якобы сбили Су-35. Ну, это, конечно, хорошо. Это их новейший истребитель. Он стоит где-то 50 миллионов долларов. Так что это немало. Ну, в целом, конечно, на сегодняшний день та тактика и стратегия, которая выбрана Ельштабом, армией, заложенным. Ну, и Зеленским, соответственно, по вот такому пассивному отражению ударов, которые наносятся по городам, она себя полностью исчерпала. Она является вредной и тупорылой, я бы так сказал. Ясно, что уже согласовано какие-то другие действия. И Зеленский не зря летал по всем этим, так сказать, странам. И особенно там, где был, вот, в Хиросиме на этом саммите. После этого сейчас заявил и этот самый Макрон, что открывается новая часть вообще всего. Это великолепно, что Зеленский прилетел и посетил это, и договоренности сделаны. Ну, и Шольц заявил, что многие говорят, что Шольц вообще совершенно утратил интерес к Путину, к разговорам с ним. И вообще заявил, что пока Путин есть, не о чем говорить с Российской Федерацией. Плюс заводы уходят. Немецкий шинный завод ушел, где-то 25 миллионов евро вложил под Калугой. И немецкие автомобильные заводы уходят. То есть, немецкий капитал принял решение о тотальном уходе с рынка России. Это очень принципиально. Это абсолютно принципиально. Теперь смотрите, что же сегодня еще такое выделилось. Это то, что началось... Ну, Бахмут, по сути, этот занял ЧВК. Ну, там не было уже смысла стоять. Но вместе с тем заместитель министра обороны, там эта девушка, она рассказывает, что там еще какие-то держат позиции и так далее. Ну, может держат, может не держат. В общем-то, это и не особенно принципиально. Как Байден сказал, что говорит, в районе Бахмута, под Бахмутом, россияне потеряли до 100 тысяч человек. Есть цифра, что этими фрагментированными грузом 200, больше 20 тысяч. Можно таким образом говорить, что в целом, вот, цифра называлась, ну, я думаю, американцы более-менее знают эту цифру. 100 тысяч, это очень много. Конечно, украинцам очень много потеряли, но все равно. Взятый, Сирский заявил, что потихоньку этот Бахмут, Артемов, будут брать в клещи и будет тактическое его окружение. И украинские группы там, штурмовые, двигаются в этом направлении. Ну, а этот, как он называется, Привожин до 1 июня выведет свои подразделения, оставшиеся с Бахмута. Что тогда будет, никто не знает. Кто туда будет заходить, это очень большой вопрос. Если одни выходят, то другие должны зайти. Но как они зайдут, если сверху будут бить украинские подразделения, Бахмута обстреливать, и как еще они выйдут с этого Бахмута, вагнеровцы. То есть, ничего не означает это окончание, что они там флаг подняли на западном секторе. Это все, по сути, является в большой мере бусанадой. Теперь смотрите, что произошло сегодня. Извините, немножко кашляю, но так и получается. Смотрите, очень событие колоссальной важности. Это в Грайворонском районе, недалеко там, где Сумская и Белгородская область. Российский добровольческий корпус и Легион Свободная Россия, они объединили усилия, и они движутся там, в этом районе. И взяли этот самый пограничный пункт, и нанесли удары там по нескольким селам. Ну и, короче, есть такое продвижение их на эту область Белгородскую. Как известно, там до Белгорода всего 60 километров от украинской границы. Может, даже меньше. Теперь смотрите, что будет. То есть, по сути, начинается та же стратегия, как московицы и путинская армия захватывала Крым и Луганско-Донецк. Луганск, Донецк и так далее. То есть, будут заходить российские подразделения, вот эти освободительные, и они будут вести там бои. Там вообще ни население, ни так называемые пограничные войска, там и прочие ФСБшные и остальные подразделения, они к этому не приспособлены. Ни полиция, ни нацгвардия, у них ничто. Ни нацгвардия, там будет очень большой тарарам. После этого, что произойдет, как я полагаю? То есть, фактически, речь будет идти о создании определенных освободительных комитетов, которые возьмут власть в некоторых поселках, селах, районных центрах. Вот вам и контрнаступление. Это Украина? Нет, это не Украина. В Крыму ж не было типа Россия, да? Помните, они говорили, что это все местные силы, в Севастополе и так далее. Так и тут тоже самое. Вот, это прекрасная форма. Ну, тогда российской армии надо срочно перебрасывать туда войска. Там совершенно не готовы линии обороны. Это ж не то, что они тут на нашем фронте построили. То есть, скорее всего, надо полагать, что если я как бы... Я давно про это говорил, что надо наступать. Более того, надо наступать на Курчатов, чтобы вот эта российская освободительная армия шла на Курчатов. Что там до того Курчатова? Пономарев уже заявил, что, в принципе, совместная операция вот этих российских подразделений, и они успешно пока действуют. Ну, как получится, мы не знаем, но тем не менее. Они могут такие операции и в Брянщине делать, и в Курской области, и в Ростовской области, и в Воронежской области. Теперь, я думаю, следующее. Конечно, это будет сильнейший удар и ответ за поражение наших городов. Далее. Видимо, пришло время наносить удары длинными ракетами на длинные дистанции по Крыму и по оккупированным Луганску и другим городам. Но особенно Крыму. Надо, видимо, все-таки разрушить Крымский мост. Ну, не сильно там, сильно не разрушишь. Но чтобы по нему невозможно было ни по ЖД, ни по автомобильному невозможно было осуществлять коммуникации. Надо бить по Джанкою, надо бить по Симферополю, ну и Севастополю. Это 100%. Мы будем смотреть. То есть, надо отвечать удар на удар, потому что, а как иначе? Другого варианта нет. Путин книжно в растерянности, и, честно говоря, он не ожидал такого, как говорится, сцен таких балетных со стороны противников. И фактически он уже стал просто всем очень неудобен. Просто неудобен. Я уже вам говорил. А более того, он ничего уже сделать не может. А то, что там что-то происходит с крысами, очень интересный визит сейчас идет, как сообщили. Дима Белочкин-Медведев полетел во Вьетнам коммунистический. Место хорошее, там прекрасные, и есть локации, особенно, я думаю, в Южном, там, где была американская часть, Сайгон бывший. Подлечиться там можно, и прочие вещи сделать. Плюс деньги туда перевезти, плюс там себе создать какое-то, так сказать, место обитания. Я думаю, это не зря. Плюс произошла какая-то автокатастрофа якобы с очень престижным авто патриарха Гундяева, Кирилла, генерал, какой он там, полковник КГБ, не знаю, даже какой он очень, не признается. Врезалась вольва в него. В общем, там, очень серьезные события. То есть, внутри крысятника начались очень тяжелые какие-то схватки. И ну, самая классная большая сила это армия. Шейгу, Генштаб, Герасимов. Вполне возможно, что они подходят к такому выводу, что надо этого бункерного окурка кремлевского убирать. Потому что иначе он их всех, так сказать, под гильотину подведет. Тут еще с Пригожиным этим что делать. А если этот Пригожин сейчас, так сказать, возглавит российскую освободительную армию имени Власова, как я вам говорил, и пойдет вперед, если они с Будановым договорились, все же может быть, правда? С Сирским, Будановым, там, с этим Малюком. И тогда, что будет? И это прелюдия ухода Вагнера в эту сторону. Вот такая складывается ситуация. То есть, идет эскалация, нарастание. Зеленский согласовал сто процентов тотальные удары по Российской Федерации и по Крыму. Уже Соливан сказал, ну Крым, это ж украинская территория, в чем проблема? А если, а по российской территории тоже ж не Украина наступает, а российские освободительные силы, они имеют право наступать, да, так же, как освободительный корпус Беларуси может на Беларусь наступать, то, что я уже 500 раз говорю. То есть, начинается какая-то новая фаза войны. И то, что Шольц, Макрон фактически плюют на Путина и не видят его уже в упор, это говорит о том, что уже ставки сделаны. Вот, то есть, Еленскому дали, ну и украинской армии карбланш. Говорят, что в заложной форме там и все нормально, но пока мы его самого не видели. Говорят, что он где-то там поздравлял Одесскую Юракадемию, что Одесскую, если в Киеве тоже есть Юрфак Киевского университета или Харьковский Академия Ярослава Мудрого. Почему Одесская Юракадемия, которую создал один из людей, очень близкий был к Учме и так далее. Кивалов такой был. Там еще та Академия со всеми делами и вдруг заложный их поздравляет. То есть он Кивалова поздравляет или кого он поздравляет. Так там очень такой запах еще там надо посмотреть. Кстати, вот этот же Киевский апелляционный суд возглавляет, он тоже якобы там где-то ее заканчивал. Там еще у Яценюка такие там тоже заканчивали ее. Какое-то такое логовище такое. И вдруг заложный туда влез. Ну что-то он не разбирается куда как бы это же можно так замазаться заложный, что потом и не вылезешь. Вот такие дела, дорогие мои. Ну посмотрим, посмотрим. то есть события набирают большую эскалацию, ускоряются. Уже казалось бы некуда ускоряться, но после удара под Днепру, по Синельникову, огромные разрушения, пожарная часть, машины, десятки, все. Это, конечно, приведет сейчас к ответным, мощнейшим ударам. Вот поэтому удар на удар, удар на удар. Ну, а вы же там не сидите. Видите, как там люди сидели, Синельников и других говорил, не сидите, не сидите. Че сидеть? Это называется теория вероятности. Неизвестно, куда ракета уходит, куда БЛП, этот беспилотник врежется или его куски. Что ж, неужели такие глупые? Не понимаете. А это только начало, будет еще веселее. До новых встреч.